Андрей Рублев самый известный мастер московской школы иконописи и почитаемый настолько что русская православная церковь даже канонизировала его в лике преподобного как звали художника в миру неизвестно монашеский постриг он принял под именем Андрей в прозвище Рублев вероятно произошло от слова рубль так старину на руси называли инструмент который использовали для выколачивания и глажки белья в число работ знаменитого иконописца входят в росписи благовещенского собора в московском кремле который он делал совместно с феофаном греком факт сотрудничества с таким именитым мастером свидетельствует о том что Рублев был признанным знатоком своего дела однако наибольшую известность он получил как автор иконы троицы история создания знаменитого образа такова настоятель троицы сергиево монастыря никон радонежский предчувствуя скорую кончину спешил украсить стены вновь воздвигнутого троицкого собора святыми ликами с этой целью он обратился к двум прославленным иконописцам Андрею Рублеву и Даниилу черному мастерам предстояло не только расписать монастырь но и создать несколько самостоятельных изображений для многоярусного иконостаса поскольку для работы над фресками требовалось выждать год здание должно было осесть чтобы росписями что не угрожало художники приступили к написанию икон созданная рублевом троица предназначалась для правой стороны царских врат и впоследствии стала образцом для многочисленных подражаний икона представляет собой изображение задумчивых ангелов оседающих вокруг стола у жертвенной чаши стоящая в центре композиция чаша с головой жертвенного тельца в средние века считалась прообразом святого Грааля из которого во время тайной вечери испил Иисус Христос три фигуры образуют нечто наподобие замкнутого круга символа бесконечности и хотя у каждого из ангелов своя поза и своя одежда написано не однотипно поэтому кажутся наделенными равным достоинством кроме того каждый из них держит в руках жезл знак божественной власти за спиной каждого из ангелов изображен особый символ белокаменные палаты это олицетворение духовного познания в псалтыре духовное саморазвитие человека отождествляется с работой зодчего дерево это древо жизни символ вечности и рая гора знак благородных и высших устремлений человеческой души изображение дарит ощущение одухотворенности и торжественного покоя при взгляде на икону не ощущается никакой динамики только спокойная статичность даже контуры и складки одежды выглядят хрупкими и невесомыми палитра удивительно гармонично соединение нежно-голубого светло-зеленого и золотого цветов действует абсолютно умиротворяюще глубокий смысл этой иконы заключается в духовном единстве и взаимной любви субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok